Музыка В прошлое воскресенье в матче с инженером университет уже показали, что могут обыграть команды, которые стоят выше в турнирной таблице. Удастся ли им повторить это с адмиралом Б, лидером дивизиона? В самом начале встречи универсанты ринулись к воротам соперника, не скрывая стремления взять на себя атакующую роль, и моряки не спешили остужать их клуб. Пять минут упорной защиты оказалось достаточным для выматывания противника и усыпления мдительности. Команды очень техничные, очень сильные, индивидуальные игроки и команды. Да, индивидуальные очень сильные игроки, мы поэтому, наверное, и играли, в принципе, в таком случае. Но надо реализовывать свои моменты, вообще другая игра была. Могли выиграть, могли проиграть. После успешной атаки адмирала и ряда безрезультатных ударов от университета произошел настоящий эмоциональный взрыв. Что хуже игры, чем сейчас адмирал Б показывает, мы еще не видели, там даже Юрфака лучше. Ребята, извините, мы играем как можем, мы стоим на своей, забиваем свое и не пропускаем, и все. В отличие от универсантов, их соперники выглядели гораздо более спокойно. У адмирала есть свои секреты эмоционального равновесия. Игры-то говорят, что нельзя разговаривать ни судьей, ни друг с другом, ни с ними. Только страсти пунктифли, как на поле, чуть не забил через себя Руслан Киворков. Но если этот удар оказался неточным, то мяч от Кирилла Кравченко через все поле прилетел точно в цель, что не могло не раздосадовать игроков университета. Потому что если мы соберемся, будем играть, мы любого обыграем. У нас такая команда, что не собираются люди или просто несерьезно относятся. И какие бы стычки не случались на поле на премии игры, все недовольства остаются на площадке. А команды уходят по коре того, и вершины сохраняя хорошие отношения друг к другу. Была нормальная футбольная борьба, ну ничего такого особенного. Хорошая игра. Туманно играет. Три-четыре человека, которые хорошо играют. И думаю, адмирал бы посильнее. Но дело не в адмиралу, а дело в нас. 3-1. И моряки прочно закрепились на вершине таблицы своего дивизиона. Оставлю их в университету лишь туманную надежду на набор очков по второму кругу. Анастасия Мироненко, Анастасия Стрельчук. Специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга.